Продолжается чемпионат в Нижегородской области высшей хоккейной лиги среди мужских команд. Хоккейный клуб «Саров» на своем льду принял команду из «Вачи». На первых минутах игры саровчане распечатали ворота соперников. Но буквально через несколько секунд хоккеисты из «Вачи» отправили в наши ворота ответную шайбу. А после и еще две. На перерыв команды ушли со счетом 1-3. Опыта не хватает еще. Ну и мастерства подтянутся. Впечатление такое, что команда физически Саров не готова к первенству области. Вот один период и то уже не в силах они продержатся. А во втором, я думаю, будет еще хуже. То есть где-то сегодня 10 штук получат. Мало опыта у наших малых ребятишек. Особенно 73 номер. Он не знает даже, что ему делать на площадке. Стоит на поле и смотрит по весу того, чтобы играть. Ну а так, в принципе, как говорится, косенький шапка. Во втором периоде хоккеисты обменялись шайбами. А в третьем саровские спортсмены взяли инициативу в свои руки и смогли забить ворота спарта сразу два гола, получив в ответ один. В надежде спасти матч в конце третьего игрового отрезка наши хоккеисты все силы кинули на атаку и сняли вратаря. В результате спортсмены из «Вачи» загнали шайбу в пустые ворота. Итог матча 4-6. Хорошая игра, хороший соперник. Ребята навязали борьбу. Мы где-то провалились. Удаление тут маленько нас сломали. Так, в принципе, очень хорошая игра. Тренер хоккейной команды «Саров» Сергей Макеичев игрой своих подопечных недоволен. Проиграли, по его мнению, из-за несобранности спортсменов. Очень много моментов. Где-то не прет, просто не прет. Вышли, вроде все нормально, повели. Где-то сами. Очень плохо играем в обороне, еще раз отмечу, очень плохо. Но где-то в перерыве пришлось подкрикнуть в очередной раз. Где-то встрепенулись, что-то начало получаться. Но столько играть большинство и не забить – это проблема. Сегодня хоккейный клуб «Саров» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги. Следующая домашняя игра состоится 21 декабря. «Саровчане» примут команду «Спартак» и «Стумботина». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. «Саров-24».